И хоть коньки и клюшки рвутся в бой, разминка превыше всего. Сегодня игроки Иркутской «Байкал Энергии» провели первую ледовую тренировку в новом сезоне. На ней хоккеисты отрабатывали катания, виражи и пасы. Ощущения прекрасные, очень соскучились по льду. Мы стояли, даже не могу сказать, месяца два точно. Ледовые сборы, они такие, сразу не привыкнешь, нужно время, чтобы войти в кондиции. Еще пару дней назад спортсмены были на сборах в Казахстане, которые вместе с ними провел иркутянин Александр Серебренников. Мужчина болеет за «Байкал Энергию» уже 25 лет. Шанс погрузиться в тренировочный процесс вместе с кумирами выпал Александру благодаря проекту «Байкал Бенди Челлендж». Идею совместных сборов с болельщиками воплотил генеральный спонсор клуба – компания «Энплюс Групп». В энергохолдинге делают ставку на развитие и популяризацию спорта. Как это и было заложено основателем компании Олегом Дерипаской. Благодаря таким инициативам клуб остается на одной волне с болельщиками и открывает для них новые возможности. Легко там, конечно, мне не было, потому что я не являюсь профессиональным спортсменом. Тренировки вначале давались очень тяжело, но потом втянулся и стало немного, но легче. Это очень важно. Сейчас команда, руководство, игроки, тренеры, то есть вся команда делает очень правильные шаги в сторону болельщиков. Болельщики это видят. Во время тренировок Александр успел познакомиться с новым составом «Байкал Энергии». В этом году команду создавали по принципу баланса опыта и молодости. Наставником клуба на протяжении сезона будет молодой тренер Сергей Юсупов. А в паре с ним работает Андрей Пашкин, экс-тренер Хабаровского ска «Нефтяника». Сегодня мы первый раз вышли на большой лед. Почувствовать коньки, клюшку, вспомнить все навыки и закрепим сегодня в стороночках. Некоторые связи уже наиграны, сейчас только оттачиваем. Плюс на сборах у нас очень много было игровых занятий, где мы тусовали, варьировали. Поэтому с этим проблем не будет. Один раз в день мы тренируемся, но она большая, объемная тренировка, которая позволит нам уже качественно подготовиться именно к клубу России. До которого осталось всего пара недель. Турнир пройдет в Красноярске уже с 14 по 22 августа. На первом этапе наши спортсмены сыграют с командами из группы «Восток». Дарья Эйвазова, Владимир Пинаев. Новости по будням.